На днях археологи обнаружили мистическое захоронение женщины-вампира, вернули самую древнюю мумию на планете ее родственникам и обнаружили самое жуткое в истории массовое захоронение детей, принесенных в жертву. От просмотра этого видео вам будет не по себе. Привет, друг, ты на канале Киртоп. 600-летняя кухня Новий Йичин предположительно был основан в конце XIII века на пересечении торговых путей из Польши и Силезии в Чехию и Венгрию. Первое письменное упоминание о Новий Йичине датируется 1313 годом. Тогда король Йоганн Люксембургский предоставил ему первые городские привилегии – право взимать таможенные сборы и пошлины. Археологи предполагают, что раньше город имел преимущественно деревянную застройку, однако признаю, что о средневековом поселении известно немного. Средневековые дома строились из дерева и глины, но постепенно их заменяли кирпичными конструкциями. Особенно активно это происходило в новое время. Под полом дворовой комнаты в задней части планировки нынешнего дома был обнаружен каменный фундамент более древнего здания. На всей территории, ограниченной этим фундаментом, сохранились остатки обгоревшего деревянного пола. Это был бревенчатый дом, построенный на каменном фундаменте. Археологи датируют его началом 15 века. Дом расположен у северной стороны городских стен исторического центра. Это говорит о том, что он принадлежал, скорее всего, семье Бюргера, представителю средневековой буржуазии. В юго-западном углу помещения археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки кирпичной печи с очагом, а также полный комплект кухонной утвари с деревянной ложкой для приготовления пищи. Они отмечают идеальное состояние средневековой посуды, керамические горшки целы и с оригинальными крышками. Похоже, будто их вымыли и оставили сушиться на очаге. Среди других артефактов были обнаружены стеклянные кольца, которые могли быть частью женского ожерелья, пружины, замок от двери или сундука, железные вилы с тремя зубьями. Находки сейчас проходят процесс консервации, после чего будут храниться в Новоичинском музее. Трехпалые внеземные мумии Несколько лет назад в Перу была сделана новая находка, представлявшая собой очень странную внеземную мумию, которую в конце экспедиции прозвали Марией. Было обнаружено 5 мумий, одна женщина и 4 мужчины, и по мнению экспертов, они очень похожи на людей, но слишком отличаются, чтобы иметь с нами какое-либо родство. Они были обнаружены в гробнице вблизи перуанских линий Наска, что уже является предубеждающим знаком, что мы имеем дело с инопланетянами. Но мумии также имеют 23 пары хромосом, что может означать, что они все-таки люди. Они датируются 5 веком нашей эры, целое тысячелетие до того, как европейцы открыли Америку. Константин Коротков и Наталья Залозная собрали образцы тканей и привезли их в Санкт-Петербург для анализа. Если Коротков считает, что это была раса людей, которые развивались гораздо быстрее остальных, то Залозная уверена, что это все-таки была раса инопланетян. Рентген и компьютерная томография также показали, что у Марии совсем другое строение ребер, чем у нас. Он имеет форму киля вверху. И несмотря на то, что клетка защищает внутренние органы существа так же, как и наши, для этого у него есть несколько полукруглых ребер. В конце концов, они пришли к выводу, что эти двое никак не могут быть нашими родственниками. Эти мумии представляют расу инопланетян, которые жили среди нас в древние времена. И это факт. Страшное детское жертвоприношение Археологи находят свидетельства человеческих жертвоприношений во всех уголках земного шара. Но то, что они увидели на севере Перу, в окрестностях древней столицы народа Чиму Чанчана, повергло в шок даже бывалых исследователей. Останки 269 детей со следами резаных ран на грудине и ребрах. Кто и зачем совершил это страшное убийство? В общей сложности в двух расположенных по соседству захоронениях будут обнаружены останки 269 детей от 5 до 14 лет и троих взрослых. Все они погибли более 500 лет назад в ходе тщательно продуманных жертвоприношений. Возможно, таких ритуалов ни до, ни после не знала мировая история. В 2011 году владелец местной пиццерии поделился удивительной новостью. Его дети и местные собаки стали находить человеческие кости, торчащие из песка на близлежащем пустыре. Он упросил археолога разведать, в чем там дело. Поначалу при это думал, что это просто забытое кладбище. Но раскопав останки нескольких детей, завернутых в саваны, и получив их радиоуглеродные датировки 1400-1450-е годы, археолог понял, что наткнулся на масштабное и страшное захоронение. Воскресить события в Уан-Ча-Кито не так-то просто. Главным образом потому, что о культуре Чиму ученым известно совсем мало. Свет на тайну Уан-Ча-Кито проливает затвердевший ил, в котором были захоронены жертвы. Мощное наслоение ила указывает на затяжные проливные дожди. Население Чан-Чана кормилось благодаря отлаженным оросительным системам и прибрежному рыболовству. Но повышение температуры морской воды и проливные дожди, обусловленные этим климатическим феноменом, могли пошатнуть и политические, и экономические устои империи Чиму. Возможно, жрецы и вожди решили совершить массовое жертвоприношение в отчаянной попытке умолить богов, остановить потоп и голод. Джейн Эйва Бакстер, антрополог из университета имени Де Поля в Чикаго, поддерживает гипотезу о том, что в глаза к Чиму дети могли быть одним из самых ценных даров, которые можно было преподнести богам. Погребение женщины-вампира В практике археологов порой встречаются девиантные захоронения. Они выделяются благодаря отличавшемуся от общепринятого в этой культуре погребальному обряду. Так умерших могли хоронить за пределами кладбища или лишать некоторых частей тела. На появление девиантных захоронений могло влиять множество причин, связанных как с системой верований, так и с обстоятельствами жизни и смерти людей, погребенных в необычной манере. Одной из категорий нестандартных захоронений выступают могилы так называемых вампиров. Археологи полагают, что в таких погребениях находятся останки людей, которых опасались окружающие. Они боялись, что покойные восстанут из своих могил. Для того, чтобы этого не произошло, умершим вкладывали в рот камни, калечили и даже прибивали к земле. Кроме того, практиковалось размещение серпов и кост на шее или животе. Назначить вампира могли за необычную внешность, колдовство, самоубийство или первых жертв эпидемий. Польские археологи из университета Николая Коперника в Торуне под руководством профессора Даруша Полиньского проводили раскопки недалеко от города Быдгощ, где в 2005-2009 годах исследовался раннесредневековый некрополь, в погребениях которого содержался ценный инвентарь. Однако в нынешнем году ученые сосредоточили свое внимание на соседнем погребальном комплексе 17 века, поврежденном в результате сельскохозяйственных работ. В одном из погребений археологи обнаружили останки женщины-вампира. На ее шее лежал железный серп, а на большом пальце левой ноги находился навесной замок. При этом на черепе этой женщины сохранились остатки шелкового головного убора, что может свидетельствовать о ее достаточно высоком статусе, поскольку в 17 веке это был очень дорогой товар. Возможно, причина, по которой местные жители похоронили ее столь необычным способом, кроется в нестандартной внешности женщины. Ее передний зуб выпирал вперед. Леди Рай Леди Рай – одна из старейших известных мумий, обнаруженных в Египте. Она была обнаружена в 1881 году, и по оценкам исследователей, ей было около 30-40 лет, когда она умерла около 1530 года до н.э. Из писаний, оставленных о Леди Рай, мы знаем, что она была няней-царицей Яхмос Нефертари, первой царицы 18-й династии Древнего Египта. Мумифицированное тело Яхмоса Инхапи, тети Яхмоса Нефертари, было найдено во внешнем гробу Леди Рай. В 2009 году исследователи провели компьютерную томографию тела Леди Рай и обнаружили, что у нее атеросклероз. Она является самой старой известной мумией с этим заболеванием, и несколько других египетских мумий также имеют признаки атеросклероза. Женщину похоронили с младенцем на руках. В районе города Ньювегейн, Нидерланды, археологи обнаружили множество памятников неолитической культуры Сифтербанд. Древние скотоводы селились вдоль речных берегов на территории современных Нидерландов между 5300-3400 годами до н.э. Около 136 тысяч артефактов этой культуры специалисты обнаружили под двухметровым слоем торфа и глины в бизнес-парке Хэт-Клустер. В процессе раскопок археологи обнаружили 4 скелета, извлекли вместе с отложениями единым блоком и доставили в Лейденскую археологическую лабораторию для исследований. Один из скелетов принадлежал молодой женщине 20-30 лет, умершей около 6000 лет назад. Первоначально специалисты сочли погребение одиночным. Странной казалось поза скелета. Правая рука была согнута под углом 90 градусов, что нетипично для погребений этой культуры. Только после тщательного анализа специалисты обнаружили в районе руки крошечный скелет младенца, ключицы, череп, длинные кости и челюсть с молочными зубами. Судя по развитию зубов, ребенку на момент смерти было около 3 месяцев. Находка оказалась самым древним детским погребением на территории Нидерландов. В самой могиле помимо костей нет никаких артефактов, но рядом найдены куски оленьих рогов и глиняные горшки. Анализ ДНК, проведенный в 2019 году, показал, что ребенок был девочкой, женщина же оказалась матерью младенца. Корабли Каллигулы Корабли императора Каллигулы, построенные в первом веке н.э., не предназначались для морских сражений или путешествий. Это были великолепные дома наслаждений, украшенные золотом и драгоценными камнями. Крупнейшие корабли античности плавали по небольшому горному озеру и затонули при невыясненных обстоятельствах. Мастер удовольствия Гай Юли Цезарь Август Германик, человек, более известный в истории под своим прозвищем Каллигула, Сапожок. Каллигула правил Римской империей с 1937 по 1941 год н.э. и за 4 года власти запомнился потомком, как один из самых одиозных правителей великой державы. Словно пытаясь найти границы с человеческим возможностям и испытать на прочность бюджет империи, монарх осуществлял самые невероятные и дорогостоящие проекты. Огромные корабли, спущенные на воду вулканической кальдере озера Неми, стали одним из таких фантастических творений. Речь идет о двух грибных галерах. Одна из них служила в качестве храма богини Леса Диане, другая, предположительно, была дворцом удовольствий. Крупнейший корабль достигал 73 метров в длину и 24 метров в ширину. Меньшее судно 70 метров в длину и 20 метров в ширину. Не было снаряжено веслами, его тянули на буксире. Для сравнения, британский пароход «Титаник», славившийся крупнейшим судном начала 19 века, достигал 270 метров в длину и 28 метров в ширину. Галеры-каллигулы в параметрах «Титанику» уступали, но плавали они по озеру диаметром не более 1000 метров. Для своего времени это были исполины, плескавшиеся в луже. Но поражало другое. На судах были разбиты цветущие сады, на которых ветвились фруктовые деревья, благоухали цветы и свисал виноград. Тут же были бани, бассейны, крутящаяся сцена и дворцы с комнатами для рабов и гостей. Коммуникации предусматривали водопровод с холодной и горячей водой, а также теплые полы. Разумеется, весь инвентарь был искусственно декорирован головами диких животных, узорами и благородным металлом. На веслах сверкали драгоценные камни. Крыши дворца и храма отливали на солнце золото, стояли на мраморных колоннах и закрывали изумительной красоты мозаичный пол. Тут и там стояли статуи, на стенах красовались барельефы и картины. Удивительной красоты и функциональности была сцена, состоявшая из вращающихся платформ. В их конструкции была использована шарикоподшипниковая система, которая была заново изобретена только к концу 19 века. И все это великолепие существовало 2000 лет. Остается только гадать и завидовать, какие праздники там закатывал Каллигула. Остовы кораблей, которые замечательно сохранились на дне озера, благодаря основательности древних римлян, были выставлены в музей. Музей уничтожили в 1944 году. То ли немцы, то ли американцы. Историки расходятся во мнении. Впрочем, не все потеряно. Согласно исследователям, вероятнее всего на дне озера покоится еще одно судно, достигающее длиной 122 метра. Похоже, главные сенсации еще ждут нас впереди. Девушка Этвед Девушка Эгтвед – известная мумия из Дании, которую похоронили в хорошо сохранившемся гробу, обнаруженном в 1921 году. Хотя гроб из ствола дерева хорошо сохранился, кости девушки не сохранились. Сохранились только ее одежда, волосы, ногти и некоторые зубы были в хорошем состоянии. Также внутри ее гроба были кремированы останки ребенка, которому было около 5 или 6 лет. Историки считают, что юная леди была жрицей скандинавского культа солнца из-за спиралевидных символов на ее поясе. Более поздние исследования показали, что девочка была родом не из Дании, а из Шварцвальда в Германии. Считается, что она, возможно, вышла замуж за вождя в Дании, чтобы заключить стратегический союз. Древнейшая естественная мумия на планете Мумию нашли в пещере духов в Неваде в 1940 году. Несмотря на то, что человек умер более 10600 лет назад, его мумия отлично сохранилась. Интересно то, что тело было обернуто в простыню и цинковку из ростника, а на ногах умершего сохранились макосины. Проводимые ранее анализы показали, что останки принадлежат мужчине, умершему в возрасте 40 лет. Благодаря комфортным условиям, мумия практически полностью сохранилась до наших дней. Целая верхняя часть черепа, кожа на спине и плечах, пучок темных волос на затылке. Рядом с мужчиной ученые обнаружили около 70 различных предметов, в том числе ножи, корзины и кости животных. Также нашли две шерстяные сумки, наполненные золой и костями кремированных людей. Судебное разбирательство о происхождении мумии началось в 1996 году, когда ученые провели первый радиоуглеродный анализ, который показал, что возраст мумии 9400 лет. Примерно в то же время представители племени шушонов, североамериканской группы индейских племен, говорящих на языках юто-ацтекской языковой семьи, заявили о том, что мумия принадлежит им. Шушоны потребовали немедленно передать останки, согласно закону о защите и репарации могил коренных американцев. Но просьбу ученые не приняли, так как принадлежность мумии какому-либо народу не была установлена. Тогда и начались длинные судебные разбирательства, которые продолжались почти 20 лет. Некоторые ученые не хотели отдавать останки племени, так как мумия занимала почетное место в музее, и многое рассказывала о древних жителях Северной Америки. Два года назад представители племени шушонов дали специалистам разрешение на проведение первого генетического анализа мумии. Анализ показал, что останки мужчины действительно имеют американское происхождение. Ученые выяснили, что для племени эта мумия была крайне важна, так как пещера духов имеет для них сакральное значение. Теперь мумия официально передана племени. Оцените это видео своим большим пальцем вверх и расскажите о нем своим друзьям. А по традиции, попрошу вас оставить добрый комментарий под видео. Спасибо за ваши просмотры, всем пока!